Всем привет! У меня в руках замечательная коробочка, в которой находится воздушный фильтр. А это значит, что в третьем выпуске рубрики «Своими руками» мы будем менять воздушный фильтр. Давай посмотрим, как он выглядит. Вот он, свеженький. Находится воздушный фильтр на нашем моторе здесь. Чтобы открыть данную коробочку, нужно отщелкнуть, 5 защелок открыть. Промаем. Покажи, где они откроются. Поднимаем эту крышку. Это можно полностью снять, как лучше видно. Вот наш старый фильтр. Видно, что он уже потрепанный. Будем ставить новый. Для чего нужно менять данный фильтр, я рассказывал во втором выпуске. Если хочешь, можешь посмотреть. Меняемся. Воздушный фильтр мы, как и бензиновый, примерно каждые 30 тысяч километров. Если мы ухаживаем за своим автомобилем. Если мы немножко зажлобимся, то можно и не менять, в принципе. Но я бы советовал поменять. Я вставил воздушный фильтр обратно. Вставляем на него вот эта резинка кверху. Но он иначе, в принципе, и не влезет. А, вот. И расположение его, то есть где верх, где низ, это не важно. Поэтому, как так можно поставить опять, в другую сторону. Вот. Ну и устанавливаем эту крышку обратно. Здесь у нас, в принципе, мотор 1.6. Но... У каждого мотора есть воздушный фильтр. Он просто находится, может быть, в ином месте. И немножко иначе выглядит. Но сам процесс одинаковый. Открываешь крышку, меняешь фильтр, закрываешь крышку. Все. Готово. Ну что. Хочу пожелать тебе ровных дорог. И ухаживая за своим автомобилем, следи за моей рубрикой. Ставь лайк, подписывайся. Удачи!